Здесь собрались те, кто душой болеет за то, за что мы сейчас отвечаем, за природу, а в целом за то, что мы оставим следующим поколениям. В ДК села Солонешное не хватило мест на всех желающих поучаствовать в сходе против деятельности золотодобытчиков. Выразить протест пришло свыше 200 человек. Напомним, этой осенью рядом с райцентром начали работать новосибирские старатели из компании ООО «Артель Солнечная». Районные власти и жители несколько лет бились за то, чтобы не допустить добычу золота в этом месте. Ранее, что их сдерживало, чтобы они не заходили, это наличие краснокнижных растений. Краснокнижные растения у нас вид здесь распространенный, то есть это самый кондык сибирский и второй это рябчик шахматный. Однако старателям документально удалось обойти эти ограничения и они уже давно приступили к работам. Не смутил их и возможный экологический сбой. Вот с ребятами ходили на рыбалку по Аную и видно, что из Солонежки, где слияние рек Солонежка и Ануй, там вытекают масляные пятна. Бежит грязная вода, в бане не помыться, пить вообще невозможно, глина бежит. Так, чего еще, какой вопрос-то. Это началось после того, как... Да, как они начали копать, да. Местные говорят, что страдает от нынешних работ природой в плане фауны. По словам экспертов, животные теперь не мигрируют через место раскопок. На самом деле, с реки Ануй заходят на нерест такие виды рыб, как хариус, как тайминь. Сейчас это просится. Просто это инвестит еще не то, что оно нарушено, оно уничтожено. Добыча золота вблизи села Топольное компанией Ануй, которую контролировали те же лица, что и Артель Солнечную, по словам жителей, обернулась настоящей экологической катастрофой. У местных и тогда были жалобы на грязную воду. К тому же, от ландшафта остались лишь марсианские впадины. Ситуацию не спасли и высаженные для формальности сосны. 11 тысяч рублей, которые в прошлый раз от них поступили в бюджет, не хватило на дополнительную рекультивацию. В этот раз казна и вовсе ничего не получит. Работы они проводят на этой территории, так скажем, для нас, для бюджета Солнечинского района приносит налогов ноль. Местные власти, как и люди, не собираются сдаваться и пишут во всевозможные инстанции. На следующей неделе должны прибыть представители Роспотребнадзора для замеров воды. Также должны приехать специалисты Росреестра для территориальной сверки работ. Руководство Артели, в свою очередь, обвиняет жителей, борющихся за экологию родного района, в невежестве и вредительстве. Агрессивное невежество проявляет лишь небольшая группа, в том числе и из местных жителей, ангажированная экоактивистами и состава иноагентов. Что касается итогов схода, к ним можно отнести провозглашенную резолюцию против деятельности старателей в районе. Кто за? Пожалуйста, счетная комиссия, считайте. Практически все люди, которые были на сходе, проголосовали против добычи золота в Солонешинском районе. За только одна подпись. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова